любви свете единого творца ну вот попался такой документ указ президента миграционной политики ну понятно что и и без этого указа или каких-то еще там законодательных актов за все у нас отвечает президент и всем руководит все успехи от его но как бы и а все поражение че все плюсы его а минусы че понятно что президент но тем не менее чтобы яснее понимать почему единая россия отклонила предложение этого делягина с форма фамилия предложение делягина по поводу мигрантов надо ужесточить и навести порядок потому что они смотрят на вот этот документ и знают что основа миграционной политики определяется президентом российской федерации поэтому все так и происходит значит собянин воробьев губернаторы рапортует о том что численность их регионов увеличивается улыбаются а значит но за счет чего они за счет как каких слоев населения увеличивается население москвы московской области санкт-петербурга сам президент наши сказал где хорошо живется где больше денег туда мигранты едут а кто определяет основы миграционной политики президент соответственно ну вот так все и происходит все эти агрегаторы вал бориса зоны и прочие доставщики там сплошной сплошные мигранты вот этот кухня на районе которая травила там уже больше сотни людей кто там работает мигранты а кто владелец греф греф и mail.ru ну там короче ну не знаю как и сказать российские и иудеи евреи они эксплуатируют они заинтересованы как и в строительстве как и в такси везде есть интерес в жкх в жилищнике вот куча этих мигрантов работ почему потому что ту зарплату которым начисляют они получают не всю часть берут начальники просто это такая такая схема она не не сюрприз а на остальные они живут во первых бесплатно там всяких подвалов всяких там учреждений этих помещениях которые есть в жилищника они там устраиваются они без претензий и все потом заводит еще 7 7 сюда все и эти люди эти олигархи там губернаторы министры они зарабатывают на них а мы налогоплательщики платим в бюджет чтобы социальные выплаты платились их семьям их детям которых которые рожаются суд как как из автомата да вот какая схема а кто этим регулирует регулирует наш президент может быть пора как-то очнуться господин президент или товарищ как как вас назвали в в корее вы как бы какой страной хотите руководить через какое время россии или какой-то вот такой вот не знаю толерантный какой-то такой смешанный как вот сша да зачем вы это допускаете зачем вы все вот это делаете мы за вас голосовали для чего для того чтобы вот это устроили нам да по городам пройти невозможно ходят за маташки в черных каких-то там этих простынях или там полотенцах для чего нам это нужно это не наша культура вы говорите о сохранении русской культуры что происходит в наших городах я написал письмо о том что нужно ввести норму одежды в общественных местах хотя бы в русских городах ведь в чечне например есть такие правила и там как как угодно не походишь дагестане а там нападают на женщин в шортах то есть там уже нельзя там есть правило а в наших городах кто установит правил я написал собянина мне пришел ответ ну примерно содержание то отписка отписка содержание такое значит у нас свободное государство все вправе выражать свои религиозные чувства то есть ношение религиозной одежды это швобода у нас да в тех странах откуда они приехали это запрещено бороды носить хиджабы носить там запрещено а у нас можно вот это либерализм это тоже как говорил песков это черта нашего президента самый главный либерал в россии это владел владимир путин сказал песков хватит либерализм хватит с одной стороны либерализм западный ходят люди в крашеных волосах и в каких-то драных одеждах с другой либерализм вот этот ортодоксальный ислам которые ходят уже между нами террорист не террорист фиг поймишь поймешь что там что там под этими тряпками предлагаю всем кто согласен со мной писать ну а что остается писать президенту ну можно конечно губернатором что губернатор имеет право как вот кадыров чечне установил свои порядки каждый руководитель своей области или там края может ввести свои запреты свои правила по отношению мигрантов во многих регионах уже это делается поэтому советую находите сайт сайт губернатора и там есть форма обращения онлайн и пишите что вы недовольны этой ситуации а вторым шагом находите сайт президента российской федерации там тоже есть форма письма президенту путина и туда пишите это кстати не только мой совет ну и одного депутата госдумы которые говорят всякие петиции это это не работает а письма на которые обязаны отвечать и когда не заколебутся уже не поймут объем не статичку которые им подкладывают заинтересованные таскать ведомства до типа там греха там реальное количество писем требований все это навести порядок то тогда произойдет то что мне сказали свыше что но в течение то не на года или 374 процента мигрантов будут отправлены назад и тут останутся только русскоговорящие только лояльные только специалисты а мы должны вспомнить что мы сами должны ходить магазин мы сами должны подметать свои подъезды эти улицы и так далее мы сами должны своей стране навести порядок если значит должность дворника мало оплачивается надо поднять просто просто поднять зарплату дворников как это было раньше всегда были дворники русские еще у них были полномочия на вас наводить порядок если так кто вспомнит да просто вернуть престижность тем профессиям которые сейчас копеечные для этого нужно конечно разворот сознание тогда мы свою страну ну как бы почему наша страна должна зависеть от мигрантов это нонсенс вообще ну короче вот тоже хотел сказать призываю вас делать как я сказал писать о том что вы недовольны и так мы ускорим ситуацию сновидение порядка в миграционной политике всего хорошего